давайте порассуждаем на тему об опасности или не опасности моления за других мне сегодня пришел вопрос от сестры я не знаком с ней если поставлю аудио попался ролик что я перестала масленников сергей михайлович но он ко мне вроде бы господ не знаю короткие очень хорошие мысли вот попался вот этот я прям не знаю что и думать ролик не длинный если сможете гляньте пожалуйста ваше мнение я доверяю безусловно но вообще вкратце это изложить то вообще ни за кого молиться нельзя что-то я в шоке прям буквально от этого товарища ответьте пожалуйста возможности спасибо господи вас так переворачиваем нашел я этот ролик она мне прислала я вам сейчас кусочек он вот так он выглядит аскетика для мирян я нашел это этого мужчинка это так серьезно все самом деле послушаем и немножко дерзко пытаемся о ком-то молиться не получаем сейчас вот такой удар только потому что господь ждет он долго терпит он не карает сразу нас неразумных за наши эти неразумные поступки он милует просто нас а так наше любое прошение за кого-то или это пустой звук пустые слова или надо брать его ношу на себя и нести и за умерших придется ношу брать вот ну вот вот если кто-то умер без веры и мы это точно знаем и понимаем по понятиям веры что они должны были сойти в ад и мы хотим чтобы господь изменил свое решение и заменил мат на рай то по сути нам надо взять их крест и здесь на земле донести за них сделать то что они не сделали загладить но какая разница что же родственники только самые близкие то есть мы хотим взять их крест и донести сами мы готовы к этому что будет с нами при этом мы понимаем или нет не понимаем только поэтому дерзко требуем от бога чтобы бог сделал так как мы хотим вот в этом опасность заходить в огонь и не обжечься никто здравомыслящий делать так не будет большая печь горит огонь мы заходим в этот огонь и думаем просто так там постоим возьмем что нам надо и выйдем из этого огня то есть так не бывает физическом мире а в духовном мире мы считаем что так можно делать поэтому здесь есть серьезная ответственность серьезная духовная опасность мы при нашем таком состоянии при наших страстях но чтобы понимать надо исследовать себя надо понять вот этот себе надо начать борьбу когда мы борьбу начнем мы поймем сколько это надо по времени как это трудно как это кровопролитно себе вот это исправить да не исправить себе мы хотим взять их ношу и как-то и вынести меня так это возможно преворачиваю вот но немножко этот мужчина краски сгустил вот краски сгустил но тем не менее что мы с каким чувством мы читаем тот же правило утреннее вечернее где тоже многие поминают и здоровых и живых и усопших псалтыри да псалтыри мы читаем за усопших ну кто читает по одной кофизме там пожалуйста да по 2 пока все не прочитаешь снова начинаешь там тоже именно сугубое моление да именно об усопших давайте я так вам отвечу слова то принципе правильный акцент он не тот расставил мы с вами молимся о не о всем мире а все мире это уже высший пилотаж я боюсь что нам с вами его не достигнуть мы с вами молимся о любимых людях об усопших да но сейчас речь идет об усопших давайте уже что не будем распыляться будем говорить именно об этой категории душ человеческих о любимых которых не стало с нами рядом во первых если мы их искренним любим то для нас не имеет значения упадут ли их во-первых грехи не могут упасть на нас будет ли какая какие-то негативные сопряжения со стороны нечистой силы в отношению к нам за то что мы молимся и богу просим не требуем а просим но значит этот фактор будет ли как-то негативно нас влиять нам это не имеет значения не абсолютно никакого мы просим бога святую троицу о том чтобы значит она устроила жизнь нахождение души человека более лучшую которое он имеет больше ничего не нужно усопшей душе только более высокий это какое-то положение получше если уж в аду то там тоже разные уровни есть до сказано что где кто находится на самом низу это священник который неправильно проповедовал обманывал зная неправильно жил своим примером и так далее то есть это к слову такая притча есть кто с кто ниже всех в аду вот то есть разные уровни если в аду и вы и в раю есть разные уровни и мы желаем по любви нашей чтобы этому человеку о котором мы молимся господь управил простил изменил положение в лучшую сторону что это стоит не имеет значения вот противном случае если нет такого чувства в воздухе то не стоит упоминать мы говорим про православную веру напомню вам потому что в царстве распятого не распятых нет и я вспоминаю о своих духовных отцах духовном деде но духовный отец до на первом месте его ненавидели всю свою жизнь священном начале протели василий ермаков и даже после окончания земной жизни я был непосредственно свидетелем потому что я нес его на левом плече так получилось что было был прогал и гроб тяжелый но и отец на этом килограмм весил под стол он плотный и я стал потому что было тяжело священником этим и я его донес до могилы и там тоже какой-то такой значит как блин круглый есть такой блестящий в в митре протеерей командовал давайте быстрее крышкой накрываем веревку сюда давай все опускаем то сюда и там паша был отца василия просворник мы с ним дружим и дружили и дружим еще был настроем сережа рысёв он был начальником поезда с он протеерей напоминает гундяева так что я с ним не общаюсь вот дай бог ему здоровья душевного вот и я потом у паши спрашиваю паша кто это говорит это богачинный вот это по поводу отца василия а мой духовный отец это преподобный серафим вырицкий его тоже ненавидели вы знаете его житие он прославлен в лике святых и вы тоже знаете как он жил и первые годы советской власти и его жизнь и в ленинграде и не только сколько он перенес сколько он пострадал поэтому они распятых там не будет если если вы хотите остаться вот именно на своих позициях то я боюсь не получится выбор сделать все равно придется это наши священники архиереи так думают что как они говорят мы успеем евгений мы успеем покаяться ты типа не переживай за нас мы будем грешить до упора зная что зная зная как надо но тем не менее будут делать будем делать как 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 мы хотим но в последний момент мы примем или схему когда все прощается или мой друг ведь петя вася меня исповедует соборует и господь меня простит но им виднее они живет они живут в своем мире а мы живем в нашем простом мире православном поэтому дорогие мои по любви господь тоже ведь по пошел на голгофу пошел на крест знал вспоминаем моление о чаше за кровом и слезами молился знал что это стоит физически и духовно каких страданий стоит это крестная смерть тем не менее он пошел на это осознанно по любви это слова не мои слова его по любви к человечеству другого пути нет поэтому и мы с вами должны по любви к вашей маме к своей папе там сестры усопшие там брата и так далее так далее дяди если нужно взять грехи но хотя такого нет православия хотя вроде грамотная но и суть если нужно наказать накажи господи на всю волю твоя святая если мне это будет полезно и напоследок я напомню вам замечательную молитву я много лет уже как вот воцерковился от отца василия я потом случайно в кавычках случайно нашел ее в старом молитвословие листал книги я живу отца василия и значит в доме и матушка людмила меня называла своим сыном духовным и она мне это это молитва попалась мне я ее запомнил потом нашел она есть в интернете называется она ежедневная молитва свидетеля филарета московского я вам ее прочитаю по памяти господи не знаю что просить тебя ты один знаешь что мне потребно ты любишь меня паче нежели я умею любить себя отче дождь рабу своему чей сам просить не умею не дерзаю просить ни креста не утешение сердце мое отверста ты зришь и нужды которых я не зрю зри и сотвори со мной по милости твоей порази и исцели не изложи и подыми меня благоговею безмолвствую предсвятую твою волю и непостижимы для меня твоими судьбами внимание приношу себя в жертву тебе предаюсь тебе нет у меня желания кроме желания исполнить волю твою научи меня молиться сам во мне молись аминь вот я вам рекомендую использовать эту молитву потому что есть здесь те необходимые слова именно квинтэссенция в этой молитве собрана дорогие мои приношу себя в жертву тебе предаюсь тебе нет у меня желания кроме желания исполнить воли твой поэтому чего нам бояться чего нам страховаться чего нам думать там ибо ибо там на тебя да какая нафиг разница серёжа вот этот мальчик же мужчина сергей помдау сказали зовут да какая разница если ты любишь ты идешь будем жить ваш я надеюсь ответил ваш евгений лопать